Заранее отмечу, что это нормальная студенческая статья, да, ну, такая реферативная, что ли, статья реферативного уровня даже скорее. Ничего плохого в ней, соответственно, нет, она нормальная. Неизвестно, насколько автор выражает свою позицию, в основном он к нотику апеллирует, что в среднем более-менее приемлемо, ничего такого фантастического нет, свою собственную позицию, которую автор сам изобрел, он не выражает. Ну, соответственно, мы сейчас будем спорить не с то, чтобы с самим автором данной статьи, сколько с самим Нозиком получается, которого нам передает в упрощенной форме, я полагаю, автор данной статьи. Ладно, вместо того, чтобы обрадоваться открывшейся посредством мощных аргументов истине, люди зачастую испытывают заметное неудовольствие, когда оказываются в положении, в котором их принуждают изменить свою точку зрения. Да, это правда. Роберт Нозик оказался тем, кто напрямую признал такое рациональное принуждение проблематичным. Но он не отказался от аргументации, выступив за реформу практики доказательства философии. О том, почему аргументация должна объяснять, а не доказывать, в статье Алексея Кардаша. Ну, начнем вообще в принципе с того, что если аргументация не выполняет функцию собственно аргументирования, ну то есть принуждение по сути, да, аргументирование это по сути и есть принуждение, то нет никакого смысла не отказываться от операции аргументации. Все, конец, это глупо. Позиция Нозика мне кажется принципиально глупой. Если Нозик считает, что аргументация не работает так, как она должна работать, ну из этого просто должно напрямую следовать, что от нее лучше отказаться. А что-то там где-то объяснять, почему она должна кому-то что-то объяснять, ну мне принципиально просто непонятно. Это, знаете, сову на глобус, как говорится, натянуть, в общем-то поменять на ходу, короче, коней неожиданно, причем не на коней, а на, блядь, котов. Поменять, вот у вас возница, и вы вместо коней запрягаете котов туда и пытаетесь на ней дальше ехать. Типа, кони сдохли, но как бы, а что нам, русским мужикам, ну на котах поедем. То есть, в таком смысле, да, мы берем и заменяем принципиально важное ядро определенной теории, теории аргументации в данном случае, и заменяем его тем, что на самом деле аргументы должны объяснять, хотя вроде объяснения могут быть без аргументов, вообще в принципе, вы можете вообще в принципе выбрать такой жанр повествования, в котором нет ни одного аргумента, но в котором как бы все объяснено и понятно. Ну, Гегель, как пример. Я понимаю, что многие люди не понимают Гегеля, но Гегель, как пример, у него в основном одни объяснения. То есть, вся книжка и вся книжки Гегеля, все книжки Гегеля, которые мы здесь видим, это объяснения с минимумом аргументов. У него есть аргументы, когда он Канта комментирует, например, там еще когда некоторые нюансы разбирает, но в основном аргументов он не приводит, в основном там объяснения. У Аристотеля много объяснений, то есть, многие тексты Аристотеля вообще написаны как учебники практически, в которых иногда встречаются аргументативные сегменты, иногда нет, на самом деле. То есть, тут тоже такой нюанс. У нас очень много философии, где встречается именно объяснение, и причем объяснение я бы просто, знаете, как отдельный жанр выделил, который к аргументации имеет косвенное отношение, что ли. Ну ладно. Если обратить внимание на стандартные теории истины, то они также в некоторой степени бескомпромиссны. Либо убеждение истины, либо является ложной фантазией, не отсылающей к фактам, либо идеей истины, либо представляет собой несвязное и некогерентное теоретическое построение, либо мнение истины, либо от него нет никакой пользы. Ну, да, это все разные концепции истины, я здесь согласен. Тут просто слово истина употребляется в нескольких разных значениях. В кавычках теории, в кавычках истины, это не теория истины, это просто аналитическая шизофазия, короче. Вот все, что имеет место в дискурсе теории истин, вот этих вот, да, это все аналитическая шизофазия, не более того. Ребята по какой-то причине решили использовать термин истина для того, чтобы сказать, что практика, да, практична на самом деле. Чтобы не использовать, видимо, слово мнение истина, либо от него нет никакой пользы, но здесь просто слово истина равно есть польза, да. То есть, в представлении прагматика истина это когда есть польза. Ну, это странное определение истины, его не разделяет практически никто в мире, кроме самих прагматиков. Ну, и, соответственно, они его просто из ничего придумали и, на мой взгляд, его и надо в никуда отправить. Это странное определение, оно запутывает нас, оно особо не нужно, оно очень странное, слово истина здесь использовать, наверное, не нужно. И достаточно просто сойтись прагматиком на формулировке, согласно которой теория является приемлемой, если она влечет за собой какую-то пользу. Все. Не истина является приемлемой, допустимой, релевантной, адекватной. Да, вот как-то вот так вот. Но прагматики зачем-то используют слово истина для обозначения того, что истина равно практика, практичная. Ты такой думаешь, блядь, что? То же самое с непротиворечивостью, как критерием, когерентностью. Что? Непротиворечивость истина? Что? Стоп, что? Так, ладно. Человек, который считает, что непротиворечивость равно истине, да, сейчас, давайте так. У каждого человека, который считает, что непротиворечивость равно истине, у каждого из них мать-шлюха. Ты так считаешь, твоя мать-шлюха? Непротиворечивая концепция. Ну, в таком случае это истина. Поздравляю, бро. Поздравляю, наслаждайся, наслаждайся твоя мать-шлюха, бро. По истине, по истине твоя мальшлюха. Муа, блядь. Муа, короче. Очень круто. Очень крутая концепция. Очень крутая концепция, соответственно. Но тут опять же, да, нюанс заключается в том, что истина по определению просто непротиворечива. Ну, окей, очень много вещей непротиворечивы в нашем дискурсе, в наших дискуссиях, в наших словах. Все, все это истина. Окей, хорошо, хорошо, брат, твоя мальшлюха, согласен. Принято, 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 хорошо. Вот к вопросу о теориях истины. Они вот такие. Самая главная теория истины, на мой взгляд, это, да, ну, собственно, классическая теория истины, согласно которой, да, истина – это соответствие наших представлений окруженного реальности, по сути. Все. Причем в реальности, может быть, мы не видим эту реальность. Может, вот то, что мы сейчас видим, это не настоящее. У нас есть представление о едином, целостном, неразрывном бытие, как у Парменида. И вот, допустим, оно и есть истина. А наблюдаемый мир в общем восприятии совсем другое. Вот. И поэтому именно реальность. Какой бы она ни была и как бы она ни воспринималась. Вообще, воспринимается она вообще или нет, это неважно. Вот тут как-то так это все устроено. По крайней мере, это всегда было так устроено. Классически в 99% религии именно такое определение истины используется. Подавляющее число философских направлений за всю историю философии используют это определение истины. Представители науки очень часто используют это определение истины, опять же. Но они понимают его, наверное, вульгарнее. Но при этом как-то так. Теория истины – пуфло. Аналитическое дерьмо, к сожалению. Но вот оно не нужно. Оно не является необходимым. Оно слишком нагружает дискурс. От него только проблемы в дискурсе. То есть мы с вами сталкиваемся, мы пытаемся найти истину. Хуй. Потому что еще надо договориться о том определении истины, которое мы используем. В более слабой форме о похожем говорит и Макентайр, когда заявляет о существовании различных рациональностей. Эти позиции объединяют то, что они похожи на формы того, что Нозик метафорически называл интеллектуальной сатья-грахой. Слово означает идею ненасильственного сопротивления Уганди. Один из вариантов перевода санскрита – упорство в истине. Оказываясь, от прямой контраргументации сторонники таких позиций обращают внимание других на возможное или действительное внерациональное принуждение, которое сопутствует аргументам оппонентов. На самом деле, всем людям, которые не нравится аргументация, не хочется отвечать на контраргументы, вы просто критикуете сам процесс аргументации. Все, конец. Вы не можете принудить меня сменить мою позицию, если я не верю в работоспособность аргументации вообще. Если я верю в то, что Бог может быть дан только в ощущениях, в молитвах, в таких чувствах, именно в ощущениях самих, наших духовных ощущениях, в нашем духовном опыте, но не может быть дан в текстах, логике и математике, вы мне не сможете доказать, что Бога нет. Сорян, это так не работает просто уже. Вот здесь нюанс такой, да, заключается интересный. То есть, вам не нужно играть по правилам игры рационалистов, если вы не рационалист. Все. Просто действительно некоторые люди, на мой взгляд, есть большая проблема в нашем мире. Дискурс рационализма популярен. Он очень моден. Люди его любят. Люди хотят, чтобы у них была логичная, доказанная, охуенная позиция. Они хотят панчить всех вокруг, разбивать всех своими аргументами. Они хотят так, как боксеры, вот так вот аргументами отбивать всех вокруг. Навесить себе медальки на груди везде. Сказать, что они такие здравомыслящие, и у них позиция здравого человека, и здравого смысла. Понимаете? Вот такая распиаренная концепция, в рамках которой многие люди, почему-то вынуждены находить себя, даже если они не придерживаются основ этой, собственно, рациональной полемики. Какие-нибудь, например, христиане, которые не христиане по типу томистов, ну, потому что томисты рационалисты в данном случае, а христиане по типу почти кому угодно, другому. Собственно, которые, ну, выбирая между знанием и верой, выбирают веру, потому что знание ненадежно, все доказательства полная хуйня, ничего они доказать на самом деле в конечном итоге не могут, факты вообще-то немые, ну и, короче, идите вон доказательства отсюда, вы ничего не можете сделать, вера превыше всего. Почему-то люди вот такие, даже в современности, они вынуждены припустить себя и почему-то выступать в аргументации с другими людьми, хотя они фактически не верят в силу аргументации, потому что они базируют свою позицию не на аргументации даже на самом деле, да, то есть, вот если они просто придут и расскажут искренне, на чем они базируют свою позицию, рационалисты их на самом деле засмеют. И проблема заключается в том, что вот эти люди, которые вот, допустим, такие вот верующие, или не только верующие, которые не верят в силу аргументации в конечном итоге, да, они все равно вынуждены играть по правилам рационалистов, они не устраивают бунт, они не говорят, что вот, блядь, вы тупые рационалисты, вы сами веруны, у вас там головой какие-то проблемы, вы придумали какой-то набор, не знаю, словесных, дебильных игр, в которых вы друг с другу, короче, жопы там лижете, я не знаю, вообще просто бессмысленный набор билиберды придумали, мы в это не верим, в принципе, да, мы получаем свои истины через, собственно, и откровение, идите нахуй, мы не будем вам ничего доказывать. Это искренняя нормальная позиция многих верующих. Многие, ну при этом же, многие из этих верующих, которые ее вроде бы и придерживаются, они не могут ее напрямую высказать, и это печально. И в этом проблема. Проблема не в том, что кто-то кого-то где-то, когда-то принуждает и навешивает какие-то ярлыки, потому что люди и так навешивают друг на друга ярлыки. Основная проблема заключается в том, что у нас такая социальная среда, в которой рационалисты, ну, победили, не победили, но являются достаточно авторитетными в интеллектуальной сфере, ну, более того, отдельный кластер рационалистов, такие как сайентисты, то есть, ну, ученые и сайентисты, да, отдельный кластер сайентистов, такой как ученые, еще глубже, да, копнем. В общем, у нас есть доминирующий дискурс наука, от науки разрастается сайентизм, включен в облик такой, да, в круг рационализма, конечно, весь рационализм не исчерпывается наукой, он является его частным случаем, да, нет, наоборот, наука является частным случаем рационалистических концепций в данном случае, вот, соответственно, да, ну, и вот все, что выходит за рационализм, ну, это вообще прям все, блядь, абскурантизм, в общем, короче, убирай, убивай, убирай. Мне как-то не получается, да, от всего этого отказаться, потому что нас насильно пихают всякой вот этой информацией в школах заставляют, Шадов опять свел все к науке, но я считаю справедливо, нас заставляют всем этим заниматься, учить, нас приучают к рациональному дискурсу, к математике, в университете преподают логику, хотя плохо преподают, особенно в русских университетах, но преподают логику, да, в каком-то виде. Даже если не преподают, все равно слово логика, да, logic and facts, он как-то вот в культуре очень часто звучит, как нечто что-то высокое, что-то такое, знаете, надежное, вот я разъебал его с фактами и логикой. Ну, значит, все, просто без пруфов, чел вышел против тебя, ты его, короче, разоувнил. Ты мастер, ты молодец. Но проблема реально заключается в том, что по факту многим людям на это все насрать. И, к сожалению, они не могут это открыто признать. Доказательство и объяснение. В ситуациях обычного общения мы часто приводим аргументы для того, чтобы доказать собеседнику истинность конкретных суждений, не оставляя ему альтернатив, кроме как подчиниться успешному аргументу. Неректный такой подход ведет к тому, что оппонент может воспринять происходящее как давление, занимая соответствующие реактивные установки, обиды, раздражения, злоба. Ну, если человек привык к рациональному дискурсу, он не будет отвечать обидами, раздражениями и злобой. Вот и все. Вот. Замечу, что нередко сами рационалисты позволяют себе не только как бы аргументировать и критиковать позиции друг друга, они позволяют себе и прямые оскорбления, и, собственно, унижение там статуса разных людей и так далее, так далее, так далее. Я просто опять же подчеркну наши любимые маленькие рационалисты типа Васила, он реально маленький рационалист, и Лемана, которые просто буквально прямыми оскорблениями бросаются, ну, просто даже в адрес своих нормальных таких приятелей, так что здесь в целом, знаете, если бы речь шла только об обсуждении концепции, вопросов бы не было. Но многие люди, даже не вот эти вот школьники, которых мы сейчас разбирали, да, а даже нормальные там кандидаты наук, доктора наук, там, профессиональные философы, нередко позволяют себе, вроде бы, придерживаясь неких каких-то там рациональных норм, все же подъебывать оппонента, подшучивать над ним, высмеивать его разными способами, иногда открытыми, иногда скрытыми, иногда там прямыми оскорблениями даже заниматься, или провокациями. То есть, в этом плане, я, честно говоря, даже не могу найти ни одного нормального аргументатора, который реально был бы холоден в дискуссии по всем вопросам, потому что позицию, которую занимает автор, неважно, он рационалист или иррационалист, она ему все равно важна, и нередко эмоции прорываются, и нередко эти эмоции, если рационалист все-таки выдрессированный, нормальный, он их как будто бы, он их как будто бы, да, как бы пытается смазать, но они все равно видны. Ну, когда тебе говорят, что, ну, мой оппонент глупый, там все с ним понятно, мы можем сказать, что он, ну, это хоминем применяет против нас, да? Да, можем. Можем сказать, ну, а можем и не сказать, можем обидеться, можем раздражение испытать, злобу, но это, в принципе, эмоция была, оскорбление в данном случае. В то время, как, по идее, в рациональной дискуссии к аргументам стоит заниматься, так, в рациональной дискуссии к аргументам стоит занимать только объективные установки, отмечать их качество, удачные и неудачные стороны. Ну, я бы заметил, что вся эта практика, бла-бла-бла, короче, аргументирование, она и заключается в том, что мы нередко пытаемся смотреть в аргументах не то, чтобы удачные и неудачные стороны, мы эти удачные и неудачные стороны бывают придумываемыми. Если нам аргумент нравится, мы пытаемся подчеркнуть его удачные стороны. Если не нравится, неудачные. Но мы их все придумываем с нуля, это все такие большие языковые практики. Резома, резома, резома языковых практик разрастается, да, в разные стороны, и, в общем, эти дискуссии идут до бесконечности. Люди, которым нравятся аргументы, они пытаются удачные стороны вот так вот подчеркивать, игнорировать неудачные стороны. Хотя кому не нравятся эти аргументы, они пытаются подчеркнуть неудачные стороны, игнорировать удачные. И все это делают настолько, насколько это просто возможно, чтобы тебя не начали иррационалистом обсирать, обскурантистом и так далее. То есть такие языковые практики, они довольно смешные, на самом деле. И тратят очень много времени, я замечу. В общем, все это большая субъективщина, большая гигантская языковая игра, в которую люди играют. Ах да, я хотел сказать, что представьте себе, есть специализированные люди, которым платят зарплату за то, что они просто умножают эти аргументы, смотрят на них слабые, сильные, сильные, слабые и все. Буквально все. Вот такие функции есть у людей, которые оплачиваются. Очевидно, что эти функции не являются полезными. Ну, просто никакой конкретной пользы от рассмотрения аргументов нет, вообще нет. От наличия концепции есть. Концепция может собирать вокруг себя людей. Ну, аргументация тоже, как часть концепции, может быть неким критерием, триггером, который призывает к себе человека, конечно же. Но просто у нас есть люди, которые просто дрочат на аргументацию, сидят, рассматривают удачные и неудачные стороны, что-то там подчеркивают, не подчеркивают. Ну и типа как-то так. Такая позиция иногда обозначается как эпистемологический эгоизм. Представление о том, что только собственные познавательные способности и ничего более дают возможность быть убежденным в истине. Ну, познавательный эгоизм, интересный заход, конечно. Позиции рассуждения других в таком контексте не имеют значения, ведь не являются основаниями для признания истинности и утверждения. Ну, а что являются? По-моему, в классической теории аргументации, если кто-то нас не убедил, мы имеем право придерживаться своей позиции. Why not? Ну, познавательный эгоизм, это, я не думаю, что это следует вообще отдельным совосочетаниям выделять, это норма. Есть просто норма, когда вы сами оцениваете так или иначе аргументы, позиции, а есть не норма, когда вы готовы апеллировать к чему-то авторитету и сказать, ну, раз ученый говорит, что это так, значит это так. Вот, доверяю ученому вообще без вопросов, вообще никаких сомнений у меня нет, что он там ошибся, не ошибся, короче, это его вопросы, пусть он ими занимается. Но будет ли ситуация лучше, если собеседник воспримет сильную аргументацию, но только ввиду ее принудительного аспекта? В таком случае вместо эпистемологического эгоизма мы получаем конформизм и ориентацию на правильные позиции. Да, да, именно. Например, человек знает, что моральный реализм в этике сегодня считается хорошо обоснованной позицией, но с трудом может привести пример хорошего обоснования этой позиции. Ну, в таком случае он может не придерживаться морального реализма. Не отказываясь от достижений философской аргументации, Нозик размышляет над тем, что в ней можно реформировать, чтобы избежать нежелательных следствий и продвинуться к большему плюрализму. Стандартный подход он связывает с пониманием аргументации как доказательства, которое имеет своей целью демонстрацию истинности некоторого суждения. В противе этому Нозик предлагает обратиться не к доказательству, а к объяснению, которое призвано сподвигнуть собеседника к альтернативным мнениям. Ну, это, кстати, довольно скептический подход, только скептики не верят в какую-то позицию, они могут вам дать множество разных объяснений. Ну, и, кстати, и аргументов, и доказательств, и попытаться вас здесь немножко обдурить, и там немножко обдурить, пофилософствовать, и так далее, софистикой поувлекаться, подоказывать здесь, подоказывать там, ну и так далее, так далее, так далее. Так что вот как-то так. Просто мне не нравится слово «объяснение». Аргумент, который что-то там объясняет. А к объяснению, которое призвано сподвигнуть собеседника к альтернативным мнениям, происходит перенастройка аргументации, где важным оказывается то, какие факты, теории и объяснения ведут нас к некоторому убеждению Х. С точки зрения Нозика, истинность Х дедуктивно, аномологически зависит от объяснительных гипотез, раскрытие которых не является прямым доказательством Х. Почему это тогда аргументация? Нозик опять пытается каким-то словом защитить почему-то магические буквы, которые сплетаются в слово «аргументация», да, но абсолютно нам здесь понятно, что он просто пытается придумать какой-то другой процесс, судя по всему. Объяснить это значит показать, каким образом нечто может быть истинным, каким путем мы можем к этому прийти. Каким образом симуляции могут быть истинными, мы можем сказать, да? Ну, допустим, вот у нас есть симуляция, может быть мы сидим в компьютере, у нас там мозг в колбе, да, подсоединены вот эти вот штуки всякие, вот это аргументация получается. Это просто объяснение. Ну, к вопросу, для скептиков объяснений достаточно обычно, да, чтобы считать концепцию равной другой концепции, этого в принципе хватает, но это не аргумент. Зачем совершенно другую операцию называть аргументацией? Как фраулирует Нозик вопрос в том, как возможно, что Х? Да, но это не аргументация, по-всякому может быть возможно. Она должна быть незаменимым органом, да, неожиданно. Хотя подавляющее, ну не подавляющее, а огромное, достаточно большое число философских концепций выступают против аргументации, как таковой. Из этого следует, что частные ускользания от сценария рациональной дискуссии, например, в виде знаменитой апелляции к разнице в аксиоматике, которая возникает после продолжительного обсуждения, как спасительный круг, а не вначале, как предложение найти общую почву для дискуссии, так и полемика в режиме Deathmatch. А, из этого следует, как часто я понял, из этого следует. Вот такое. Ребята, понимаете? Вот их, англо-американских философов великих, их учат, учат самому, они не могут быть в условиях без аргументации, а все остальные могут, прикиньте. А все остальные нормально в ней существуют, всем остальным хорошо, всем остальным замечательно. Что поделать? О чем мы должны себе тоже догматическую структуру, в которой мы будем вот эту вот традицию аргументации воспроизводить, и все будут должны проходить через аргументацию, просто потому что, как мы уже по ноздику выяснили, просто потому что не почему, потому что объяснять это прикольно, я не знаю, вот и все. Хотя мы и так могли объяснять, и нам все это устраивало, но мы еще аргументацию будем учить, чтобы опять же объяснять, и опять же не приближаться к истине, и не побеждать, и там, не знаю, никаких нокаутов не наносить. Это странно. То есть, по сути, нам тут предлагают, в общем-то, использовать громоздкую, сложную, ненужную, в общем-то, странную систему, которая не выполняет своих изначальных функций, то есть ни доказательства, ни переубеждения. То есть, сначала доказательства истины, как этого Аристотеля было, истину не доказывать. Теперь даже переубеждения не выполняет. Теперь еще и объяснять должна. Прикиньте, окажется, что с помощью аргументации сложнее объяснять. Прикиньте. Прикиньте, оказывается, что объяснять концепции обыденным языком проще, лучше и понятнее для большинства людей, чем аргументация. И что тогда останется? Нозик, короче, в аду будет переворачиваться. В нашем интеллектуальном пространстве. Но под интеллектуальным пространством он, судя по всему, имеет в виду нижние интернеты. Типа Убер Маргинала, Васила, Лемона и прочих своих замечательных друзей и с теми, с тех людей, с которыми он так или иначе пересекается. Только проблема в том, что это крайне нерепрезентативная выборка. Более того, нижний интернет, стриминг. Ну, я, блядь, здесь живу, чтобы овнить. Мне деньги платят, чтобы овнить. Мне заплатили, чтобы я разъебал эту статью. Мне выплатили жирный чек, блядь. Чел, я здесь не философией занимаюсь. Я наполовину занимаюсь философией, наполовину я занимаюсь стримингом, как бы. Как бы тебе объяснить, да? У меня тут половина философии, половину стриминга. Я должен тебя разносить. Мне за это заплатили бабки, как бы. Как бы тебе, да, это объяснить. Вот. Здесь законы другие. Это немножко не то. Это немножко не то. Я, конечно, стараюсь и свою позицию выразить. Но тут надо же и позицию выразить так, чтобы оппонент казался ничтожным. Потому что иначе стриминга не получится. Как вы будете шоу на стриме интеллектуальное устраивать? Как вы будете оппонента подъебывать, уничтожать? Как вы его будете? Фишка-то именно в том, что это не столько философия, сколько стриминг. Если вы войдете в интеллектуальный дискурс уже с академической стороны, вы, наоборот, удивитесь тому, насколько люди без яиц там обитают в среднем. Там какие-нибудь там абстрактные, летающие в космосе своих мыслей марксисты, романтики от своей души. Там какие-нибудь там русские философы богу молятся, молятся такие, о, боженька, мой боженька. Там Хайдеггера читают о смерти, думают просто вот без остановки. А когда все эти академические философы собираются на какой-нибудь конференции, они все такие, ой, какие мудрые вещи вы говорите, мой уважаемый коллега. Я ни в коем случае не буду вас критиковать. Вы такой красивый, хороший и уважаемый, и такой классный, и такой замечательный. Как-то это вот так вот работает. И в этом весь парадокс. То есть он нам сейчас подчеркивает какую-то интеллектуальную элиту, интеллектуальные сообщества, хотя, блядь, чисто фактически это интеллектуальное меньшинство, вообще тотальное. Это представители некоторых кластеров общества, причем, скорее всего, стримеры. Опять же, думаю, преимущественно стримеров он имеет в виду. И это большая ошибка. Нормальное интеллектуальное сообщество и люди, которые из этого сообщества выходят, они довольно миролюбивые, без яиц, компромиссные такие. Ну, какие-то они, ну вот, ни рыбы, ни мяса в спорах. Это никаких десматчей там с ними не будет вообще ни при каких обстоятельствах. Если успешное доказательство ассоциируется с разгромом оппонента, то участник таких споров имеет мотивацию ориентироваться на умения вроде иронии, позволяющего подчеркнуть разрушительный характер своих доводов. Это, конечно, будет способствовать развитию скептической тенденции, связанной с попыткой найти наиболее универсальные способы разгрома оппонента. Но в итоге на ней все и закончится. Так в смысле закончится. Скептические тенденции много чего еще могут делать. Очень жалко, что люди этого не понимают. Очень жалко, что люди думают, что скептические тенденции – это просто взять все, оборвать, обосрать, уничтожить и закончить на этом. Такие люди не понимают, что такое скептицизм и как он работает. Очень жаль, что такие люди все еще живут на нашей планете и не читают тексты Александра Шадова. И вообще, короче, в общем-то, не одобряем таких людей. Ведь самыми универсальными способами регулярно оказываются те, которые вообще не учитывают частные позиции оппонента. К примеру, глобальные скептические сценарии, критика рациональности или возможности аргументации в целом. А, ну окей, понятно. То есть, позиции, согласно которым критику рациональности можно оказывать, или возможности аргументации в целом, их подвергать сомнению нельзя. Мы должны учитывать частную позицию оппонента. Если оппонент верит в какую-то ебанутую аргументацию, мы должны учитывать это, а мы учитываем обычно и аргументируем по его правилам нередко, так что, вот. Ну, да ладно, ну да ладно, вот есть какие-то, видите, святые, святые, в общем-то, скрижали, в которые мы должны веровать, мы не должны ни в коем случае, в кавычках, трогать глобальные скептические сценарии, потому что, ну, блять, а как же, как же так? Мы не должны ни в коем случае критиковать рациональность, потому что, как же так, да, и, возможности аргументации в целом, тоже не должны критиковать почему да потому что тоже как же так что нам тогда делать вот вот такая хуйня малят просто видите есть концепции которые допустимы все концепции а есть те которые недопустимы вот они ахуенно то есть все таки все таки рационализм то нам нужен на самом деле непонятно правда зачем мы все не можем выяснить для чего он нам нужен для прояснения собственной позиции для ее описания для доказательства для разгрома оппонента для выявления ложных позиций для чего он нам нужен конкретно и причем сам механизм кардаш нигде не показал печально это печально на самом деле все это грустно все это грустно ребят все это грустно все это тотально бессмысленно не нужно зачем зачем все идет именно так